всем привет сегодня хотелось бы поговорить влог такой о обман как часто нас обманывают и какие последствия это имеет мелкая какая-то там какое-то вранье большое просто накипело однажды в одной шаурмячной я постоянно брал кофе вот естественно в кофе что-то можно намешать но ничего ну не кипяченая вода будет ну там заболит желудок и все все последствия которые от этого могли бы быть но однажды я увидел как в этой шаурмячной происходит следующее действие повесили новую курочку шомпол они который был полиэтиленовой пленкой обтянут и начали этот шомпол опаливать то есть все консергены вещества продукты горения этой пленки впитывались в это мясо ну и соответственно не просто не там опалили ее сняли выкинули опаливали полностью крутя навертили весь этот кусок мясо не верите ну вот посмотрите ребят а у вас пленка горит в курсе так должно быть хорошо а вот собственно говоря где она находится и что думают о ней люди которые приобретали данную продукцию посмотрим почитаем что думает на этот счет google и Так вот, о чем я. Дело в том, что я снимал, это было уже не первый раз, это было уже второй раз. Людям ничего не помогает. Как бы я у них спросил, говорю, ребята, это нормально? Первый раз. Они сказали тоже, что это нормально. Буквально на следующий день я подошел, увидел ту же самую картину, только меньше уже обгоревшего было, но тем не менее я решил это все снять. Вот, сейчас буду сюда же выкладывать. И они мне то же самое сказали, что это нормально. То есть люди устраиваются на работу. Это даже не виноват сам работодатель, который туда устроил, скажем так. Они же проходят какой-то инструктаж первичный. Они же получают санкнижки как-то. Они же как-то устраиваются на работу. Им же как-то объясняют, как, что. Ну, дело в том, что это же шаурмячные, у них же есть ножи. Ведь ножом можно срезать эту пленку и все. И понимаете, самое обидное даже не в том, что они вот пытаются таким образом заработать там, обмануть нас. Нет. Самое печальное то, что наши же дети, подростки, для того, чтобы лишний раз купить себе сигареты, скажут, что они пообедали или поужинали в Макдаке. А сами пойдут в эту же шаурмячку и купят там шаву. Съедят ее. И неизвестно, какая онкология вылезет. Не дай бог, конечно. Так вот о чем я. Курение, наверное, не столько опасно. Для организма. Хотя имеют тоже продукты горения, запрещено минздравом и всем остальным. Вот. Но это, по-моему, жесть. И их ничего не изменит. Можно прийти послезавтра, через неделю, и будет все то же самое. Абсолютно все то же самое. Потому что всем пофиг. Как-то так. Кушайте сами, готовьте сами. И в тех заведениях, где питаетесь, не смотрите, как и из чего вам готовят еду. Всем пока. По скриптам. Жесть продолжается. Это и не удивительно. Книги жалоб у них нет. И все очень печально. Если у вас есть возможность поделиться этим видео в соцсетях своих, среди своих друзей, расшарить его, ради бога, буду только рад. Ну, а так, всем пока. Смотрите жесть дальше. Ребята, ну вот на хрена вы так делаете? Скажите, вот, за вот это. Оно же, видите, обгорает? Ну, вы снимаете правильно, но оно обгорает. Его отрезать нельзя ножом? Ну, уже снимаем. А? Уже снимаете, да? Круто. А жалобная книга есть у вас? Да, жалобная книга. Жалобная книга. Потребителей. Все есть. Можно? Запись оставить. У меня есть на шефе. У вас ее нет? Она должна на месте находиться? На шефе. А, у шефа она. А шеф ИП кто у вас? Я рабочий. Ну, я понимаю. А ИП у вас кто? Я знаю. Ну, частный предприниматель. Кто у вас? Хозяин. Хозяин? Да. Ну, вы же видите, что она обгорела полностью уже. Да, его приручимаем. Ну, когда она обгорит полностью, вы снимите, правильно? Жесть.